Коротышка Эль Чапо, он же Хуакин Арчивальда Гузман Лоэра, вернее его история, стали основой для сюжета сериала Эль Чапо, снятого американским сервисом Netflix. Кстати, мексиканский наркобарон не единственный преступник, чья судьба с огромным успехом получает воплощение на экране в телесериале. Также с успехом, например, прошел сериал «Наркос» о колумбийских и мексиканских наркокартелях. В частности, один из героев это Пабло Эскобар. Почему про жестоких наркобаронов с таким интересом смотрят сериалы? Обсудим прямо сейчас в нашей студии Филипп Богдановский, выпускник программы британского бакалавриата по иллюстрации британской высшей школы дизайна. Приветствую вас, Добрый вечер. Почему же так любят смотреть на жестоких, бесчувственных наркобаронов? И ты смотришь, и в какой-то момент они начинают тебе нравиться. Это же драматизация. В принципе, это американское кино очень любит злодеев. Вообще, американцы очень сильно любят злодеев. Допустим, у того же Оливера Стоуна был фильм о «Прирожденной убийце», если помните. И одна из идей фильма была в том, что Америка боготворит злодеев. И столько внимания к ним пайковано. Случай с наркобаронами – это темная сторона такая, американской мечты. Темная сторона американской мечты? Да, но что-то это… Ну, американская мечта – это что? Это стать независимым, богатым. Судьбы наркобаронов – это то же самое, только получить это быстро и незаконным способом. И как мы узнаем из сериала «Нархоз», в частности, быстро, но ненадолго. Ну, иначе бы… В жизни это, конечно, все не так. Но в кино нам нужно показать, что персонаж должен как бы поплатиться за сделанные собой вещи. То есть самый, допустим, иконический образ из кино, мы все знаем, это «Лицо со шрамом», «Аль Пачино». То есть персонаж на стыке 80-х-90-х стал абсолютно культовым для поп-культуры. Он до сих пор используется как образ, допустим, в хип-хоп-культуе, ну, такой более классической, американской. Тот же принцип, что он из низов добился вот этих… Ну, то есть он стал кем-то уважаемым человеком, богатым. Он добился американской мечты, да, ну, темными путями. Не так, как это можно сделать, да, то есть заработав честным трудом деньги, да, откладывая там пенсию какую-то, поддерживая своих детей, родственников и так далее. Это другой путь, это жить ярко, но быстро. А есть какое-то объяснение, почему именно эти наркокартели, Колумбия, Мексика, почему в последние годы именно они попали в поле интереса того же Нетфликса, например? Ну, здесь, я думаю, довольно просто, потому что Трамп, когда пришел к своему президентству, одно из его, скажем так, программных деталей было усилить борьбу с наркоторговлей. И, естественно, интерес к этой теме, он снова поднялся, потому что появились новые цифры, новая статистика, которая была довольно ужасающая на тот момент. То есть никто и не мог подумать, что есть там какая-то, не знаю, опиоидная эпидемия в США, да, то есть до этого, ну, это можно было представить, что это, допустим, где-нибудь там в Норвегии есть, но в США это нельзя было представить. Оказалось, это так. И интерес к теме поднялся, и решили, ну, появилось вдохновение, люди решили просто делать материал на эту тему. То же самое было и с лицом со шрамом. То есть на тот момент эти события как бы сплелись с потоками эмигрантов с Кубы и с ростом преступности. Ну, люди начали связывать одно с другим. Тема в 90-х была продолжена, то есть уже не с мексиканскими картелями, а с тот же культовым фильмом «Король Нью-Йорка». А эти что за ленты, например? Это была довольно известная лента в узких кругах киноманов с Кейстер Фреймом Вокеном, которая представила наркобарона не неким эмигрантам из Мексики или из Колумбии, а обычным американцем, который, то есть, таким классическим, с традиционным воспитанием, который просто выбрал вот этот путь в жизни. Но с некими моральными уклонами в сторону того, что, возможно, этот человек не настолько плохой. У них у всех он есть, что они, возможно, не настолько плохи. Который 10 минут назад кому-нибудь вынес мозги у тебя на глазах, а здесь он уже с своими детьми или с кем-то. Конечно. Может, он не такой плохой на самом деле. Он просто в этих обстоятельствах. Это драматизация. Среда заела. Не любят, естественно, производители сериалов и как бы режиссеры ленты, они любят драматизировать эти образы, чтобы придать им некую, как сказать, неоднозначность. Ну, то есть, мы же не можем сопереживать человеку, который абсолютно плохой. Но мы можем сопереживать некому антигерою. Да? То есть, вот, допустим, «Король Нью-Йорка» — это фильм про наркобарона, антигероя. Он в одно время строит больницы для детей, в другое время продает наркотики в огромных количествах. Лицо со шрамом тоже. То есть, он абсолютно отрицательный человек со всех сторон. Но там есть золотая фраза, которая, я думаю, касается и сегодняшних событий с Эльчапа. Когда Тони Монтана устраивает скандал в ресторане и утверждает, что такие люди, как он, нужны в этом обществе, чтобы на них могли показать пальцем, сказать, что это вот он, злодей. Ну, к сожалению, он всегда, как бы, этот образ необходим в массовой культуре. Потому что, если его не будет, не будет, не с чем нам будет сравнить хорошее, хорошее и плохое. В последнее время, да, просто наркотики, тема наркотиков и наркомафии, она была выбрана как некую универсальную метафору универсального зла. То есть, это вот что-то, против чего весь мир боится. То есть, есть терроризм, есть вот наркомафия. В свое время 2000-х, наверное, да, 2000-2001 год Содерберг, режиссер, снял фильм «Трафик». Была тоже популярная картина, которая связывала судьбы нескольких людей, которые все завязаны внутри темы вот этой наркотрафика и картелей. И как судьба этих людей складывается воедино. Кто-то страдает, да, кто-то на этом зарабатывает деньги. Вот. В реальной жизни, оно, мы все понимаем, что как бы не настолько радужно, но об этом далеко знают не все. И поэтому сериалы вроде наркоз, они пользуются успехом, потому что мы видим не только, не столько их как отрицательных героев, как сколько, ну, круто, вот. Живые, в конце концов. Живые, может, да. Спасибо, спасибо. Вам большое всегда радует видеть вас в нашей студии. Филипп Богдановский, выпускник программы британского бакалавриата по иллюстрации Британской высшей школы дизайна Московской студии артиллерии.